Говорит Спортруппер! И сегодня у нас с вами 1 июля, а значит пришло время очередного топа велосипедов. Погнали! Итак, за этот месяц произошло несколько событий на велосипедном рынке, которые, собственно говоря, и побудили создать в том числе и этот ролик. Первое событие это несколько поставочек от интересных брендов, которые в том числе и создали портфолио для сегодняшнего выпуска. И второе это снижение цен или попросту говоря скидки на велосипеды, потому что пик продаж велосипедного сезона по сути подходит к концу, поэтому некоторые производители и магазины начинают делать приятные скидочки. И первым пионером сегодняшнего выпуска у нас является немецкий бренд Karatek, а именно модель, которая называется Vert Carbon в комплектации Elite. Буквально пару недель назад в Trialsport пришла поставка бюджетных карбоновых велосипедов от немецкого бренда Karatek, среди которых и есть этот самый кросс-контрейный Hardtail, который претендует на звание самого бюджетного контринника на рынке. Рама на этом велосипеде это по сути классика кросс-контрей, и это на самом деле в этом случае хорошо, потому что за последнее время многие производители пытаются найти что-то новенькое в кросс-контрейном сегменте, и не всегда это получается хорошо. Причем меня лично не смущает ни одна точка этого велосипеда, то есть здесь фиксация колес у нас идет на сквозных осях, классно укреплен рулевой стакан и кареточный узел, ну то есть все здесь на месте. Вилка на велосипеде установлена по сути самая простая воздушная, которая существует на рынке, а именно Suntour XR, и на самом деле она лишь номинально отрабатывает какие-то неровности, если мы говорим про кросс-контрейные гонки, но если говорим про фитнес использование, ну это окей вариант. Система на велосипеде установлена на полой оси от всем известного бренда ProWheel на 32 зубчика, когда диапазон задней кассеты 1148 вместе с системой переключения MicroShift Advent X на 10 скоростей. И это опять же очень и очень хорошие компоненты, когда мы говорим про фитнес катание, но для гоночного кросс-кантри это прямо скажем начальный вариант. И эта логика также продолжается и в тех же тормозах, потому что здесь установлена дисковая гидравлика от бренда Tektra и модель M275, то есть классический фитнес вариант. Отдельно хочу отметить колеса, потому что здесь у нас идут алюминиевые втулки на промышленных подшипниках, что положительно влияет на накат, а также у нас стоит обода от бренда WTB шириной 25 мм, то есть это стандартный кросс-контрейный вариант. А покрышки на велосипеде установлены ровно того варианта, которые нужны, то есть это WTB Ranger шириной 2,25 дюйма и это просто идеальный баланс между контролем над поверхностью, а также над скоростными качествами велосипеда. Вообще этот велосипед можно смело брать с точки зрения задела на будущий апгрейд, если вы какой-то заядлый кросс-контрейный гонщик. Но если вы, например, человек, который хочет просто кататься на достаточно легком велосипеде и получать от этого удовольствие, это шикарнейший вариант. То есть я чешу даже бороду в своем роде и думаю, может мне взять такой велосипед для себя и как-то его прокачать по-особенному, но потом я вспоминаю то, что у Кротека есть просто сумасшедший с точки зрения дизайна Revo Bow и думаю, ладно, все же мне хочется больше Revo Bow, потому что это просто супер нестандартная рама. При всем при этом цена на Vert Carbon Elite на данный момент составляет чуть меньше 120 тысяч рублей. И на самом деле это просто немыслимо низкий ценник на текущий момент в России. Да, при всем при этом цена на этот велосипед до поступления была куда выше, но то ли Trial по курсу по какому-то хорошему купил эту самую партию, то ли еще что-то, но в общем цена существенно снизилась. Но тут надо сказать не все так просто, так как Vert Carbon Elite скорее всего существует вне официальной линейки бренда Karatek, равным счетом как и карбоновый гравийник Allroad C5. Скорее всего это компромиссное решение между Trial Sport и тем же брендом Karatek, то есть они договорились о какой-то уникальной модели, которая либо создана специально для нашего рынка, либо для какого-то другого, будь то там Китай или Бразилия и так далее. В этом в принципе нет ничего плохого, просто не удивляйтесь, заходя на официальный сайт Karatek, что там нету этой самой модели. Еще одним интересным аспектом являются размеры, потому что они на самом деле очень сильно отличаются от всем привычным там L, XL, M и так далее. И при всем при этом, людей, которые привыкли к шоссейным размерам, эта самая размерка от Karatek также путают, потому что здесь существуют такие размеры, как 43, 47 и 53, 52, ну в общем какая-то путаница. Но на самом деле все куда проще, просто открываете таблицу размеров на сайте Trial Sport, а там на самом деле все соответствует действительности. Буквально этим утром Леха мерился в магазине Trial Sport, он имеет рост 182, и он мерил раму 52 размера, и она ему практически идеально подошла. Поэтому в любом случае не стесняйтесь и приходите в магазин также примеряться к этим самым велосипедам, тем более, что этот самый байк в 52 размере весит всего лишь 13 килограмм, что вполне себе хорошее значение для подобных комплектующих. Теперь мы перейдем к женскому велосипеду, потому что время от времени прилетают запросы на сайт sportrupor.ru по подбору велосипеда под индивидуальные нужды именно для девушек. Кстати, еще напоминаю, что мы туда добавили подбор комплектующих, поэтому предлагаю вам ознакомиться с актуальным списком услуг на сайте. И я вам расскажу про модель от отечественного бренда Schultz, а именно Хлоя 27,5, которая может относиться как к женским, так и к подростковым велосипедам. Дело в том, что Хлоя это на самом деле линейка в первую очередь детских велосипедов для девочек. Но вот модель Хлоя 27 вышла из этого самого детского ареала и рекомендуется для взрослых в том числе на рост от 145 до 165 сантиметров. Таких девушек в нашей стране очень много, и мне даже жаль, что Schultz не делает такую модель для девушек повыше, потому что это на самом деле просто лучший велосипед для девушек с точки зрения соотношения характеристик, цены и качества в том числе. То есть это идеальный велосипед для прогулок. Дело в том, что это понятный, легкий, катящий велосипед, который не требует особого внимания к обслуживанию. Просто идеальная комбо. Дело в том, что Хлоя 27 построен на базе легкой алюминиевой рамы с очень крутой рулевой для того, чтобы велосипед можно было поворачивать вполне себе комфортно любой девушке. Кроме того, хромолебденовая вилка просто отлично гасит вибрации, потому что сталь это один из лучших вариантов для абсорбации любых неровностей. И кроме того, такую вилку просто нереально сломать. Система на велосипеде установлена 1Х со звездой на 32 зубчика. Причем длина шатунов здесь 165 мм, которые позволяют достаточно легко с минимальной энергозатратой разгонять этот самый велосипед даже не очень сильной девушке. 8-скоростная трансмиссия Shimano Asera с диапазоном кассеты 1136 позволит вам ездить с абсолютным комфортом, будь то по шоссе или даже по каким-то грунтованным дорожкам в парках. Механические дисковые тормоза здесь установлены вообще непростые. То есть это не Shimano и не Tektra, а тут тормоза идут от бренда Radius с диаметром тормозных роторов 165 мм и спереди и сзади. Колеса здесь установлены на алюминиевых тулках на промышленных подшипниках, которые экипированы покрышками Kenda Apter шириной 2,1 дюйма. Кстати, у Шульца нет других тулок, кроме как на промышленных подшипниках. Еще я предлагаю обратить внимание на тот же руль, потому что он имеет более высокую посадку, а также загиб в сторону велосипедистки, для того чтобы вам было просто супер комфортно сидеть на велосипеде. Седло также является визитной карточкой этого велосипедного бренда, потому что оно сделано из кожзама достаточно эргономичной формы. И стоит такой велосипед 38 900 рублей. И я бы на самом деле брал такой велосипед девушкам просто без раздумий, потому что это чуть ли не самое лучшее соотношение цена-качество. Вообще по женским велосипедам существует такая ситуация, что байки просто сильно дороже, чем мужские аналоги с подобным уровнем комплектующих, когда у Шульца такой истории вовсе нет. Это комфортный, безопасный и быстрый велосипед для девушек, который даже и по внешнему виду просто очень многим девчонкам нравится. Следующим велосипедом у нас является представитель от южноафриканского бренда, а именно от Titan Racing, и модель, которую мы с вами рассматриваем, называется Cypher RS в комплектации Carbon Expert. Ну что же, в этом году многие скажут, что этот самый южноафриканский бренд по праву может считаться чуть ли не главным королем по всем двухподвесам в России, потому что они предлагали просто суперское наличие, а также лучшее соотношение цена-качество. Данная модель это классический кросс-контрейный двухподвес, который построен на базе обычной карбоновой рамы с бустовым форматом колес, а также с фиксацией этих самых колес на осях. Вилка на байке установлена воздушная от бренда Manitou, а именно модель R7, которая на самом деле с точки зрения отработки неровности даже чуть-чуть получше самых базовых воздушных вилок от RockShox, а также от бренда Suntour. А вот задний амортизатор здесь у нас установлен X-Fusion O2, который на самом деле с точки зрения отработки неровности является чуть ли не самым базовым воздушным вариантом. Система на байке установлена от бренда Race Face, а именно моделька, которая называется Ride, на 32 зубчика, когда сзади у нас установлена кассета Shimano Dior с переключателем Shimano Dior XT, то есть это супертоповый вариант. Тормоза на велосипеде установлены супер приятные, а именно SRAM Level с тормозными роторами 180 спереди, а также 160 мм сзади. Втулки у нас на велосипеде тоже алюминиевые на промподшипника, когда обода здесь установлена тоже алюминиевая от бренда Race Face. И все это дело экипировано гоночными покрышками Vittorio Barza шириной 2,25 дюйма, и это, я считаю, лучший вариант для скоростного кросс-кантри. И велосипед у нас идет на официальном сайте поставщика Titan Racing, а именно компании Slop Style, в суперском сером цвете со скидкой 15%, и на данный момент он стоит 212 тысяч рублей. Закарбоновый двухподвес на подобных компонентах это просто супер цена, тут даже нечего говорить. Заключительным велосипедом у нас является представитель от американского бренда Feld, правда с недавнего времени он стал европейским брендом, а именно моделька, которая называется TK3. Это в первую очередь трековый велосипед, который может в том числе и рассматриваться многими как фикс-велосипед для города. Причем тут все на самом деле достаточно высокого уровня для классического бюджетного фикса, то есть здесь установлена классная ультралегкая алюминиевая рама, карбоновая вилка, что вообще встречается просто очень редко. Причем все узлы у нас здесь идут на промышленных подшипниках, то есть это и рулевая, и втулки колес, и каретка. Причем система у нас здесь установлена на алюминиевых шатунах со звездой формата Compact на 48 зубчиков. То есть это все дает в комбинации просто идеальное сочетание для того, чтобы и достаточно быстро разгонять этот велосипед, и вполне себе круто удерживать предельную скорость. И колеса, помимо втулок на промышленных подшипниках, имеют также и довольно легкие алюминиевые обода, которые экипированы покрышками Vittorio Zafira шириной 23 мм. То есть это сликовый, скажем так, для идеального асфальта вариант. При всем при этом, конечный вес велосипеда составляет 8,1 кг, и это на самом деле для относительно бюджетного фикса просто суперский вариант. И стоимость велосипеда на данный момент со скидкой составляет 60 тысяч рублей, то есть буквально недавно бренд понизил на него цену. Причем надо сказать то, что трековых велосипедов у бренда Felt больше по сути не будет, не только на российском, а также на зарубежных рынках. То есть это по сути эксклюзивное предложение, тем более что велосипеды есть практически во всем размерном ряду, то есть от 51 до 58 размеров. И вот такой вот у нас с вами получился сегодняшний топ велосипедов на состояние 1 июля 2023 года. И обязательно делитесь в комментариях, а какой вам велосипед больше всего понравился из сегодняшнего топа, а также какой велосипед вы бы смело добавили в этот список. А я также напоминаю, что на сайте sportrupor.ru у нас большой выбор по подбору велосипеда под ваши индивидуальные нужды. Если вы не хотите разбираться во всех этих деталях с точки зрения рынка, скидок и так далее, мы за этим тщательно следим. А также обязательно подписывайтесь на канал, ведь я по сути только вчера купил GoPro Hero 11 для того, чтобы разнообразить контент на канале. То есть снимая не только в стенах этой самой комнаты, но также выезжая на какие-нибудь гонки или лесные покатушки. Поэтому я вам и рекомендую подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. А с вами был Sportrupar и всем пока!